Здравствуйте, зрители канала Заметки Нумизмата! В очередной раз будем вас радовать в кавычках информации о поддельных монетах. Конечно же, я в первую очередь рассказываю о поддельных золотых монетах. Уже неоднократно демонстрировали вам многочисленные примеры поддельных золотых десяток. Спопулярные монеты, много их существует, самые разные варианты подделок ходят. Но сегодня поговорим и о пятирублевых поддельных монетах. Мелкий номинал. Возглядеть их сложно. Кроме того, монеты, естественно, встречаются в разном состоянии и на небольшой монете иногда сложно увидеть заметные сразу признаки поддельности. Монеты бывают и в блеске, и выпущенные, конечно, в оригинальном металле, и тем не менее являются подделками, причем выпущенными для разных целей. Вот и сегодня я демонстрирую вам сразу две поддельные пятирублевки. Одна с датой 1898, другая с датой 1903. Выпущены, как я уже сказал, для разных целей и даты тоже выбраны не случайно. 1898 год самый массовый для пятирублевых монет. Выпущены многомиллионные тиражи. Эти монеты многие рассматривают как инвестиционные. Сделки проходят на партии в десятки, сотни, даже в тысячи монет. И, конечно же, в таких больших партиях отсмотреть внимательно все монеты бывает крайне сложно. Появляют их чаще всего просто взвешиванием, причем не помонетно, не каждого экземпляра, а кучками. И если в кучке в целом вес соответствует, то и к монетам больших вопросов нет. Ну, разве что откровенно отличающийся цветом, фактурой экземпляры сразу попадают в поле зрения и осматриваются более внимательно. А когда отличий в крайне мало, тогда такая подделка и гуляет в таких вот инвестиционных партиях или долго хранится в инвестиционных партиях. И вполне возможно, что у некоторых инвесторов, как они себя называют, в их кубышках, заначках большое количество вот таких поддельных 5-рублевых монет с популярной датой 1898. Знаете, есть даже такая поговорка среди коллекционеров да инвесторов, никогда не говори, ну это точно не будут подделывать, типа невыгодно экономически. Как только ты произнесешь эту фразу, сразу через некоторое время столкнешься с подделками именно таких монет. Подделывают не только то, что дорого стоит и поэтому экономически выгодно, подделывают, в первую очередь, то, что будет пропущено, что не увидят сходу, на что не обратят внимание. И вот среди золотых монет, конечно же, простейшие пятерки 1898 года являются таким предметом, который может легко проскользнуть в большой оптовой партии незамеченным, да и не только в оптовой партии. Что же касается монет 1903 года, встречаются подделки 1903 и 1904, ну конечно любого года. Зато тут тоже важно сказать, что именно с 1903 года появляется новый, так называемый, поздний портрет на 5-рублевых монетах с изображений Николая II. И именно 1903 год является самым массовым и доступным среди монет с таким портретом, ну может быть еще на виду с 1904. Поэтому, если коллекционер начал собирать монеты, скажем, по портретным вариантам, с большой вероятностью он будет приобретать именно самые дешевые 5-рублевые монеты поздним портретом с датой 1903 или 1904, так как монеты с датами 1909, 1910, 1911 стоят принципиально других денег и, конечно же, их вряд ли будет коллекционер пообитать в свою коллекцию первой. Поэтому именно с датой 1903 и производят поддельные 5-рублевые монеты, которые коллекционер еще недостаточно много знающий, вполне может не заметить и свою коллекцию пропустить. А монета-то действительно обладает именно тем портретом, который ей свойственен, портретом позднего типа. Пожалуйста, будьте внимательны. Я надеюсь, что вас обойдет стороной неудача в виде приобретения поддельных монет, но все же каждый раз очень внимательно отсматривайте то, что вы хотите приобрести. Смотрите наш канал, будем вам показывать как подлинные монеты, так и поддельные. Будем делиться с вами всей возможной информацией. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова